ну что приехал так скажем самым главным по камазам самым главным вы знаете кто это знаете александр знает а вы не знаете сейчас подписчики скажут это все проплачено но это те как раз таки за затем я учусь потому что они уже продают камазы весь отдел продаж пока можно прием а это прием то есть дел продаж новых автомобилей то есть ребята и по новым все у них мощно и отдельный завод по ремонту камазов уралов все же до 3 бренда нет никакого всегда есть это мы далеко не уйдем в общем то есть новая продаж есть есть то есть есть ремонт огромный завод бушке есть есть переработка сейчас переключу вот тут у нас и 100 да тут и 100 так так это у нас по кабинам там у нас по камазам и там ты сборки там так что а плюс еще отдельный завод получается по аккумуляторам это вела быги потом по переработке резины да это же вот это все смежная история и плюс еще то что свои агро термой пирмы в общем мощные ребята мощный так что это так скажем мои учителя мои наставники также олег владимирович тоже присоединиться к нашему общению так это такое это карик прямо риман а че почему риман ну чем при технологии восстановления ты мне будешь говорить почему я не знаю про технику учись сынок нет ну давай раскрывай тайну чем чем прикол римана все рассказать деньги деньги лежат нет но я как бы на это надеюсь на самом деле на эту тайну ну то есть ты хоть ты хоть ну сиденье огонь чем могу сказать это прям соска горит все как надо давай мне 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 в легковой в легковой тоже такой поставим слушай а это где вы шьете у руслана выщете нет сами шить нет тут у нас есть товарищ который уже 15 лет занимается именно этими делами руляции там руслан бро надо перебить ты же смотришь мои ролики надеюсь я тебе отдельно скину так что он там уже на зарубеж много чего делает так ну красавцы чем мощно мы не доросли мы маленькие еще ребята в этом плане да я вообще бы у нас не сравнивал где где вы youtube снять это нормально так ладно чё ты тут чё давай показывай интересно в общем на самом деле мы прямо рядышком находимся прямо через дорогу так что напротив так что если приезжайте к нам то забегайте сюда если зашли в кариб то на одну надо и к нам как бы чушь в гости клиент это клиентские тачки об нормально нормально но чем если уж все таки немножко сравнивать то у кариба в основном клиенты которые корпорации это большие прям большие ребята там в основном техника там от 100 единиц в основном вот так все серьезно все прям серьезно вот начали автобусы делать пытаться на ты чё даем будем это конечно это жесть короче камазы до уралы до автобусы до и чё какие проблемы по автам по автобусам ну то есть в идеале все поставить на поток ну в итоге хотим хотят друзья вот я вчера был в миасе сегодня в челнах так говорю отделяю себя от челнов да в общем если вам интересно чтобы я приехал к вам как реклама тает короче пишите будем разговаривать все подводные камни вытащим у вас так давай саш какие подводные камни у вас чуть-чуть еще есть у нас еще есть люди скромные люди скромные есть то есть люди скромные но 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 с масштабом корабль мы спустили на воду корабль это тот катер то который который корабль который корабль так тут целом же вы тоже все сами делаете да это как и кабины сами движки и сами коробки редуктора кузова только сами делать краны сами не делаете правильно кузова делаем маленьких объемов площади как бы не успеваем просто а вот страны тоже сами не делаем ну это ты знаешь блин если честно я вот визуально уже вижу ну ну да хера такой цвет а который чё за хери ваще который ну немножко говняный так скажем он чуточку и кузов и этот кузов клиентский нет ну про машины я вообще не говорю я говорю только про цвет историю ну да это золотой цвет называет нынче нормально все серьезно все серьезно обалденный но у нас отличаются мнение по поводу бомб а у тебя вкуса не было и нет мне это нормально не переживает не было и не не стремись к этому вам вообще интерес такой формат гидрофикация ага будем гидрофикацию делать это на лебедку и а кондиционер вы сколько за год камазов капиталити в среднем от тридцати до сорока пяти в месяц ну да а то я думаю что так мало в год но в месяц то понятно да от тридцати до сорока пяти нихера си то есть в среднем это все таки под 500 есть таки да вот все все по рации в общем друзья большой и мощный завод так что вот так так что вот так серьезно все на самом деле очень серьезно саша скромничать просто а так смотрите сколько кабин это мы еще на стоянку буушек не ходили с тобой до нам не надо почему а вот нащупали нащупали которых нельзя показывать обнаженка все дела моменты так что ты же по продажам по ремонту все сам общаешься так что рекомендую брата мощный сочный все как раз таки расскажет все как положено александр еще раз приветствую привет привет казанским теперь уже казанским как у вас дела все под контролем все растет и растет все хорошо хорошо саша он еще раз вновь показал как всегда скромно конечно на самом деле все гораздо глобальней но ты видел как подготовка рам идет да заходил туда нет давайте зайдем саш а ты расскажи про эстонию как как ты в эстонию камазы отгружал эстонию нет 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 все это путаешь я ленинград отгружал в эстонию то есть на самом деле это было чуточку ближе чуточку ближе все дальше продолжим это вот выездная бригада приехала а сколько их общей сложности 6 выездных бригад это это же не только по гарантийным моментам это же по вообще разным моментам то есть просто то просто ремонт но это с военными мы работаем допустим с такими компаниями как раз нет а по военным сколько там гарантия или нельзя точно так же 10 лет ну смотри вот пришла на так так мы ее разобрали всю машину так и прежде чем начать собирать сам автомобиль нужно дефектовать ее скидок это очень важно если машина будет рама с трещинами дефектная или искривленная то все хана очень повлиять на безопасность дорожного движения поэтому мы ее из кастрю проверяются все возможные места изгибы на трещины а если перемычки вышли уже пришли негодность они меняются вся рама разузловывается и потом уже вот у нас вот такие аппараты вот они гидравлические все принял все принял позовав чуть 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 но рамы кабины движки по максимуму мы почему не занимаемся кузовами у нас весь город занимается кузовами этим заниматься смысла нет лучше проще отдать на аутсорсинг но когда заказчики подрядчики не успевают занимаемся сами а по кранам тоже сами не ремонтируете вот у нас сейчас пришел заказ на 20 машин с кранами желаем кому-нибудь отдать на аутсорсинг в профессиональной команде если не получится то будем создавать свою и уже будем формировать новое производство именно по ремонту гидравлического этих сторон манипуляторов вот уже новое смежное направление да? ну это да, но пока есть чем заняться другим в идеале отдать, в идеале найти профессион каждый должен заниматься своим делом а по кабинам все-таки решили максимально сами тоже не отдавать нам конечно, кабины, во-первых тем более свои камеры теперь есть они у нас были всегда они у нас уже лет 15 ага тут она кабина каждый слесарь получает наш комплект вот здесь вправо, смотри ага тут он наш комплект получает тут все запчасти они полностью с ТПК КАМАЗа оттестованы и после этого происходит сборка машины вот оно ремонт вот ремонтное седелье это ремонтное седелье каркас бэушный а обшивка вся ну ладно и вот получается уже вот такие кабины свеженькие аппл почти как айфон рабочие машины которые приносят деньги, прибыль но работникам, которые ездят за рулем в такой кабине уже гораздо приятнее сидеть нежели в 100% это 100% средним объем по капиталу 500 где-то машин в год, да? ну 50 машин в месяц ты серьезно? вот так, вот так, друзья на разбор нету машин нету машин салават на момент салават на кабины где? там разобраны, да? так, это у нас продажи новых ну это уже машина какая машина при бане производства изначально приезжает в каком состоянии машина? до и после, так скажем, да? но тут еще не в хламину да так называемый более-менее нормальный римфон то есть в основном это просто покрасили и продали бы, да? я не знаю, но вот она сейчас будет полностью разбирать думаю, да по болта ага отдельно уже агрегаты и уже расходятся по 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 участкам ремонта даже что-то есть электронное здесь у нас сразу сидит дефектовщик он выбирает модель автомобиля и ищет составляет ведомость что утилизировалось что на какой узел отсутствует ключи замена на ремонт он выбирает и формирует сразу в автомате дефектовочную ведомость на склад попадает сразу заказ-снаряд какие запчасти коммунитующие нужны формируется наш комплект и уже потом отправляется на сборку на сборку автомобиля на участке, в котором мы сейчас мы идем короче, на поток конкретно поставлена история самое главное в ремонте это использование только оригинальных запчастей у нас полностью все комплектующие оригинальные КАМАЗа поэтому получается дорого но качественно поэтому в этом-то и опасная история то что вроде все отремонтировал а запчасть засунул не ту и все ну мы в этом плане да, страдаем это факт МАДАРА СОРУ это китайская но она с заводом подготовителя аттестована и она ставится на основном конвейере А так полоские паршивники МАДАРА все остальное оригинал КАМАЗ Трудно! мощно! так такие такие вот презентации за всю жизнь наверное тысячи тысячи вот таких презентаций кому-либо клиентам блогерам еще кому-то а это деньги вот они бабки так выглядят это деньги сэкономленные для наших партнеров и клиентов это очень важно ага здесь у нас склад открытого хранения комплектующих запчастей экральный склад МАДАРА слышно нет? вот все по рациям связь моментально МАДАРА на складе открытого хранения я просил дверь облицовку убрать она в жаге смотри пожалуйста здесь ее раскладывай все понятно все понятно все понятно мощно поставить новую чем потом еще париться для клиента конечно лучше сэкономить вот не ремонтировать в хорошем состоянии а то бывает так иногда что берут и отправляют на ремонт поэтому пометка ага ага на самом деле очень приятно когда такую презентацию делает сам собственник компании генеральный директор коробченко Олег Владимирович скажем так чулан чулан где хранится золото ну скажем так почти золото но запчасти которые вроде жалко выкинуть и в то же время они могут пригодиться здесь все разложено рассортировано секция шестая секция седьмая каждая запчасть записана если вот например здесь лежит ремфонд редукторов то у нас в складе в компьютере пометка что на складе ремфонда на шестой секции лежат ремфонд редукторов таких-то количество такое все понял провокационный вопрос через 20-30-40 лет будет ли камаз жить с нами и наш бизнес слушайте если все будет продолжаться в том же русле если мы не будем использовать супер модные импортные комплектующие а будем все комплектующие делать простые и свои отечественные как по типу автомата калашникова наш камаз будет действовать всегда почему в боях не применяют суперсложное оружие или применяют конечно но не в экстремальных боях не в пустынях потому что оно сложное в обращении берут обычный автомат калашникова и с ним воюют то же самое наш камаз но очень простой как автомат и на севере и в полях хорошее сравнение мне нравится опять же деньги склад римфонда оборотный именно все комплектующие должны быть оборотными римфондных запчастей да чтобы сборка между процессом не вставала сборки и сборки все было быстро и циклично мы оставляем только три номерных агрегата которые привязаны к римфонду к машине а все остальное оборотное все принял так это рамы после ремонта ага а вот это два на продажу нет так что за история с риманом это что такое риман это автомобиль 14 года и это приедет так машины которые проехали по 450 тысяч километров и сейчас они полностью перебраны собраны из новых запасных частей имеющих ввиду запчасти быстро изнашиваемые это риман это капиталка тягачей что ли так точно машины 14 года вот они вышли мы на них даем гарантию почти как на новые машины готовы к эксплуатации но цена в два раза дешевле чем новый можете посмотреть залезть нет если вот с этими камазами обычно шесть процентов от стоимости а здесь пять процентов от стоимости ну где-то шестьдесят наверное тоже так же тоже так же вот вверх хоть посмотрите все заменено все давайте приветствую приветствую то есть эту историю тоже в идеале поставить на поток да? риман это ты придумал? да это ты придумал? ничего себе это 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 вот он гений римана ну да ну он все это и сделал вот они машины вот они машины вот такие отдаем 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 о чем? четыре сто восемьдесят четыре шестьдесят тысяч разница только в том что там все кажутся новый и подороже здесь получается передний новый задний там пять тысяч пробегов остались а остальное то есть в перспективе тоже брать огромными партиями у больших компаний и капиталить то есть тягачи нет у нас же есть компания транспортно-логистические вот она здесь стоит машина они покупают огромные вот партии вот она они покупают огромными партиями и т.к. машины ездят 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 эксплуатируют и потом старую куда-то если деть они мы у них забираем по трейдинам и мы даем эти а те восстанавливаем и уже отдаем скажем так люди которые не работают именно в лизинге потом по остаточной стоимости машины продают а те которые хотят начать с самого начала зарабатывать она покупает недорого она на ходу с гарантией в любом сервисном центре страны отслуживается и уже можно ее можно зарабатывать сразу вот они все принял мощно все